Первый конгресс Латыши Латгалия Девс в этой Латвии. Затем большое шествие и знамена с громкими лозунгами. С одной стороны, первый день конгресса Латыши Латгалии выглядел празднично, но в то же время проходили и протесты. В здании кинотеатра Диана, где шло заседание, кидали камни. Впрочем, и среди самих участников конгресса в тот день шли острые дискуссии. В оппозиции к идее священника Франциса Трасунса о быстром присоединении Латгалии оказался инженер Францис Кемпс. Францис Кемпс говорил о том, что присоединение к балтийским латышам пойдет во вред Латгалии. Его главный тезис – если латгальские латыши и балтийские латыши были 300 лет разъединены, то так же постепенно, 300 лет надо воссоединяться. Нельзя это сделать за один день. Он это обосновывал тем, что у балтийских латышей на тот момент хозяйственное развитие было лучше, культура и образование выше. И значит, будет происходить подавление латгальских латышей. Когда Францису Кемпсу не дали выступить встречу второй раз, он вместе со своими единомышленниками заседание покинул. И второй день Конгресса проходил уже без Кемпса и в другом здании в торговой школе Резекне. Большинство 182 делегата из 232 голосуют за отделение Латгалии от Витебской губернии и объединение ее с Видземской губернией. Итогом заседания стали 8 резолюций. Самые важные пункты – политическое объединение и создание политически автономной Латвии в составе Российской империи. Не независимой, а автономной. И второй важный пункт предусматривает сохранение определенных особенностей латгалии. Речь идет об управлении, сохранении языка, веры, традиций католической церкви. Дальше определяется сотрудничество с представителями других народностей латгалии. Нужно иметь в виду интересы, права и свободы русских, поляков и евреев. На Конгрессе было принято решение о создании Временного земельного совета Латгалии. Это учреждение могло бы перенять функции самоуправления местной власти. И этот совет стал единым голосом, представляющим Латгалию. Главное значение первого Конгресса Латыши Латгалии, по словам историков, в том, что он заложил основу создания латвийского государства в тех географических контурах, которые мы знаем. Галина Солодовник, Ришни Слейтис, Харал Светсвагерс, Рига, Даугавпилс, Латвийское телевидение.